Огонь большого города. Так, на этой неделе назвали пожар, который произошел в Москва-Сити, в самом крупном в стране комплекса небоскребов. Тушили небоскреб Федерации с вертолетов, а за огненным шоу по телевизору следила вся страна. Пожар возобновила и погасшие было споры вокруг строительства столичных небоскребов. Говорят, о Москва-Сити давно много и охотно, и не столько про архитектуру, сколько про коррупцию и огромные пропавшие на стройке деньги. Сгоревшая Федерация. Сергей Митрофанов увидел сити изнутри и спрашивал, какие люди и какие деньги стоят за московскими небоскребами. Квартира в одном из самых высоких зданий страны. Башня Федерация. Хозяин Василий Клюкин здесь живет, а внизу у него офис. Там он работает. Здесь темп жизни немного выше, то есть никаких пробок. Я не знаю, что такое пробки. Я знаю, потому что я их вижу из окна. Недвижимость стоимости от 8 до 20 тысяч долларов за квадратный метр. Москва-Сити. Это самое дорогое и гламурное место в столице. Это пульт управления. В принципе, он управляет вентиляцией, окнами, музыкой, всем. На наш вопрос, не страшно ли жить в небоскребе после пожара. Василий, показывая нам систему пожаротушения, отвечает. Уверен, система работает. Пожар быстро потушит. Но почему-то в этот понедельник все было не так. Это такое зарево большое. И, конечно, очень смешно было смотреть на эту башню. Люди не уходили с работы. Они вот так вот прилепились к окнам все. Их прям рядами стояли. Это было забавно очень. Кадры пожара транслировались по всем телеканалам. Тушили, как могли. Пришлось даже прибегнуть к помощи вертолетов. Это кадры, сделанные на следующий день после пожара. Журналистам показывают, мол, система пожаротушения работает. Вода идет. Мы не видим. Мы не убираем. Да. Но вот почему она не работала во время реального пожара. Вопрос, который на этой неделе остался без ответа. Я получал информацию из боевых участков, что при включении кнопок насоса повысителей они не запускались. Ежедневно 120 тысяч человек посещают Москва-Сити. Помимо офисов и апартаментов, здесь много магазинов и ресторанов. Здесь можно жить и работать. И даже не выходить на улицу. Вы знаете, у нас фитнес-клуб является закрытым. Он используется только нашими клиентами, нашими партнерами, нашими друзьями. Управляющий Кирилл Маслиев показывает нам современные условия для достойной жизни и работы. Можно плавать в бассейне и наблюдать закат, париться в бане или просто подумать о вечном. И все с панорамным видом на Москву. Не так давно у нас в ресторане побывали президенты трех стран. Дмитрий Анатольевич Медведев, президент Беларуси Лукашенко Александр Анатольевич и президент Казахстана Назарбаев подписывали трехсторонние соглашения. Как раз вот в одном из этих залов. А это самый высокий ресторан в Европе и теперь самое модное место в Москве. Как признается шеф-повар Греко Карло, меню здесь тоже самое-самое. Мы делаем остатки на роубар. Роубар по-английски это называется сырой. Это тост, устрица, карпаччо, тартары. В модном месте много модных людей. Но пожар на этой неделе породил много вопросов. Как организовать эвакуацию? Как подъезжать пожарной технике? Да и вообще, как тушить пожар в высотке? Из-за того, что здание рядом, огонь при сильном ветре может распространяться на соседние небоскребы. Специалисты в свое время обо всем предупреждали, говорит архитектор, автор небоскреба, дом на Мосфильмонской Сергей Скуратов. Но их не слышали. Очень многие решения проходили под административным давлением, под очень мощным прессом. В том числе и ныне властимущим. Архитектурные доминанты в городе. Сначала это были соборы, потом сталинские высотки, а теперь небоскребы. Но когда они так близко друг от друга, говорит Сергей Скуратов, получается какой-то склад скульптур, где рассмотреть каждую в отдельности невозможно. Совершенно замечательный силуэт. Вот гостиница Украина в растре между небоскребами, высотными зданиями Арбата. И вдруг сзади появляется вот такой фон, значит, это башня Меркурий. Я считаю, что, конечно же, это такая, в общем, градостроительная ошибка. При Лужкове Москва-Сити это гордость. Вот так это должно было выглядеть после окончания строительства. Но при новом мэре Собянине этот проект признан градостроительной ошибкой. Нет транспортных развязок, нет достаточного количества парковок. На исправление ошибок выделяются новые деньги. По инженерной инфраструктуре около миллиарда рублей. И основные затраты это транспортная доступность, это как раз расширение дорог, строительство переходов подземных. Это еще порядка 6 миллиардов рублей. Какие-то проекты заморозили, самую высокую башню решили вообще не строить. Да и с небоскребом Федерации, тот, что горел. История непростая. Компания Мирекс, которая ее строила после кризиса, обанкротилась. Ее владелец Сергей Полонский был фигурантом многих скандалов. И только возобновили строительство. А тут пожар. Это и есть проклятие, значит, наложенное на все башни. Давний оппонент Полонского, бизнесмен Александр Лебедев, вообще считает, историей банкротств, скандалы и коррупции, связанной со строительством Москва-Сити, все это одна большая афера. Изначально, до того, как эти башни начали строиться, был закачан нашим фашинам с вами денег, наверное, в 15 долларов. Это же с 90-х годов сначала они начали там осваивать. Они закачивали 15 лет в нулевой цикл деньги. Которые там половина исчезла в их карманах, а вторая половина стала, в общем, таким бенефитом для приближенных к ним девелоперов. Чигиринский, Полонский там и так далее. Строительство Москва-Сити словно зеркало строительства новой России. Коррупция и скандалы, но и при этом великие достижения и новые технологии. А внизу это у нас... Это Афимов. Афимов, да? Да, да. Вместе с управляющим Кириллом Маслеевым мы с высоты птичьего полета, с последнего этажа небоскреба, рассматриваем традиционные московские пробки вокруг Сити. Там внизу вроде как все по-старому, а здесь наверху вроде как светлое будущее. Если, конечно, после вот этого пожара сделают работу над ошибками. Сергей Митрофанов, Екатерина Шахова, Павел Хатько и Олег Деркач. Программа «Неделя» РЕН-ТВ.